Давайте еще раз вернемся к коксоартрознике, к вопросу, который беспокоит всех постоянно и он муссируется везде в группах, на ютубе, смотришь других экспертов, там эти вопросы задают. Ну самый частый вопрос это, есть ли у меня коксоартроз первой, второй степени, можно ли мне заниматься на велотренажере или можно ли мне плавать? Вот это самых два, ну или на велосипеде ездить, два таких вида спорта, которые почему-то считают, что, ну задающий вопрос человек почему-то считает, что велотренажер и бассейн, плавание дает какую-то преференцию коксоартрознику, то есть он спасает коксоартрозника от заболевания. Он улучшает состояние, что это, ну каждый свои доводы проводит, наверное, ну если связано это с водой, то наверное считается, что в воде нету нагрузки вертикальной, да, осевой нагрузки нету и в воде мышцы чувствуют себя более свободно. Вес невесомость такая, да, то есть вы весите там порядка трех килограмм в воде и вы тем самым облегчаете тренировку мышц, которые должны укреплять ваш тазобедренный сустав. Или же эти мышцы в воде будут лучше снабжаться кровью, чем они снабжаются на воздухе, да, когда вы, допустим, ходьбой занимаетесь. Или велосипед, это тот инструмент, который позволяет неподвижно удерживать таз и вращать педалями, то есть вращается коленный, голеностопный сустав и тазобедренный сустав, там тоже есть динамика, но таз неподвижен. И вот это, наверное, это основные доводы, к которым прибегают люди, задающие вопрос, можно ли или нужно ли, или спасает ли это. Вот все эти вопросы вокруг велосипеда и плавания сейчас я попробую разжевать очень подробно и понятно. Давайте вот скажем первый, первый пункт, от чего надо отталкиваться. Если у вас коксартроз первой-второй степени и он не приносит вам болевых ощущений, вы можете заниматься чем угодно. Чем угодно вы можете заниматься. При коксартрозе первой-второй степени, если у вас нету болевых ощущений, что хотите, то и делайте. Во-первых, если у вас нету болевых ощущений, вы никогда не узнаете, что у вас коксартроз первой-второй степени. Чтобы вам узнать это, вам нужно испытать болевые ощущения, пойти к хирургу, сделать рентген и он вам поставит диагноз коксоартроз первой и второй степени. Если же у вас боли нету, то и вопрос снимается. Вы можете делать как обычный здоровый человек, потому что у обычного здорового человека при исследовании его сустава обязательно найдут, ну как минимум первую степень заболевания. Теперь, если вы все-таки испытываете боли, дискомфорты и выбираете себе вид спорта или вид какой-то деятельности для того, чтобы облегчить, во-первых, я не пойму, что вы облегчаете себе, что вы облегчаете себе. То есть, понимаете, идет такое парадоксальное мышление. Вы хотите облегчить нагрузку на сустав. Если вы хотите облегчить нагрузку на сустав, то, естественно, мышцы, которые охраняют этот сустав, не будут получать нагрузку. Вот и все. По-другому не получится. То есть, если вы хотите не включать ягодичную мышцу, которая должна быть включена в работу, потому что она у вас пропадает, функция ягодичной мышцы, и вы избегаете, потому что у вас, вам сказали коксоартроз, надо беречь сустав. Беречь сустав, это значит беречь мышцы. Мышцы удерживают ваш сустав. Мышцы берегут ваш сустав. Не сустав бережет мышцы, а мышцы берегут ваш сустав. Поэтому, если вы выбираете, например, плавание, но я не знаю ни одного пловца, который... А я общаюсь, у меня товарищ, чемпион Европы по плаванию. У меня жена мастер спорта по плаванию. Я не знаю ни одного знакомого спортсмена, пловца, который бы сказал хоть раз, что он при плавании там 3-5 километров, 10 километров, неважно, кролем, брасом, баттерфляем на спине испытывал боли в ягодичных мышцах. Я имею ввиду приятные боли от физической нагрузки. Я не знаю такого пловца. Может быть, вы знаете. Я не знаю велосипедистов. К сожалению, у меня нет велосипедистов, мастеров спорта, которые бы смогли бы рассказать, что при определенном километраже на велосипеде включается мощная ягодичная. Понятно, что она работает. Понятно, что она работает в плавании в какой-то степени. В какой-то степени она работает у велосипедиста, у профессионального велосипедиста, который едет с горы в гору, который встает на ноги, который не сидит на сидении, а в динамике находится постоянно. Там, да, действительно и спина, и ягодичная, и бицепс ноги. Но если будет работать, но если вы спрашиваете про велотренажер, на котором вы сели своими двумя булками и обняли это сидение как родную маму, то, естественно, здесь ягодицы не будут включаться. Не будут включаться. У вас будет работать голеностоп, у вас будет работать коленный сустав, будет работать квадрицепс, бицепс ноги, но ягодицы не будут включаться. Первая мышца, которая пропадает, это ягодичная мышца. Прямая мышца, которая находится в квадрицепсе. Поэтому все попытки найти, так скажем, золотой вид спорта или золотое упражнение, которое бы сняло бы нагрузку сустава, но при этом загрузило мышцу, это абсурд, это парадокс, это дичь полнейшая. Поэтому не страдайте ерундой. Финал какой? Если вы решили чем-либо заниматься, вы должны четко понимать, что у вас нет болевых ощущений. Если у вас есть болевые ощущения в любом месте, в мышце, в суставе, это говорит о накопленной усталости в мышце. Это накопленное напряжение в мышце, которое нужно снимать. Не одним днем, порядка 30 дней, от 20 до 30 дней надо снять это напряжение. Через самомассаж, через массаж у хорошего массажиста, у кого какие деньги и возможности. Надо работать с растяжением, надо работать с трагерными зонами, надо убрать боль максимально. Максимально. Только после этого можно загружать те или иные мышцы, когда вы убрали боль. Если вы при боли начнете тренироваться, то боль будет усиливаться. Она никуда не пропадет. Она будет накапливаться еще больше и в конечном итоге ваша мышца перестанет отвечать на ваши нейронно-мышечные связи. Не будет сигнал, сигнал будет идти, но мышца перестанет включать. Она откажется от работы. Это будет называться дисфункция. Вот вроде бы все. Если вы захотите со мной тренироваться, понимать. Вот сейчас, кстати, сегодня я начал первый урок после месячного цикла. Начал первый урок, где я там шорты выбрасываю. Вы можете посмотреть фрагменты из этой тренировки. Где я анализирую, через тестовые упражнения анализирую свои мышечные боли. Они очень похожи у нас, потому что у меня тоже коксартроз на правой ноге. Плюс у меня одно колено оперированное, другое не совсем здоровое. Поясница, две протрузии. Поэтому через тестовые упражнения я проверяю, как можно избавиться от боли. Соратники со мной тренируются, потом в комментариях пишут, похожую или не похожую ситуацию. И мы составляем таким способом программу на следующий месяц. Это, мне кажется, очень интересный подход, такой аналитический подход. То есть вся тренировка посвящена, сегодняшняя тренировка, завтрашняя, может быть, послезавтрашняя. Три дня мы будем аналитично исследовать, какие боли проявляются при каких упражнениях. И как эти боли можно убрать, прямо тут же, на тренировке. Поэтому захотите, переходите ко мне в контакты. Я ссылку оставлю в закрепленных комментариях. Почитайте. Если будет интересно, переходите. Подключайтесь, мы с вами пообщаемся, проведем собеседование. И все будет хорошо. Ну, надо размышлять, думать. Только так. Всем пока, живем без боли. С вами был тренер Хапаев.